Всем доброе утро, и Кузя опять сбежал, правда, теперь уже из клетки. Эх, я, конечно, подозревала, что он может, в принципе, это сделать, но не думала, что он это сделает. Блин, что ему не нравилось здесь? Я думаю, что он, скорее всего, сбежал вот отсюда, вот. Видите, тут широкие прутья, надо будет потом здесь переплести. И вот здесь, так, он вон пролазил под вот тот ящик, а там ещё уже пространство. Вот, ну, я так понимаю, тут везде ходил, потому что мы недавно пылесосили, и вот тут везде опилки, опилки, семечки, то есть он везде вот тут ходил-ходил. Ну, я даже смотреть не буду, искать, я уже знаю, что он вот там вот. Ну, в принципе, я могу поймать его, как в прошлый раз, тоже на берёвочку, чтобы привозать и его выманить. Но мне кажется, легче вариант взять какую-то приправу с запухом мяса. Я понимаю, что крысам нельзя приправу, но чтобы чуть-чуть присыпать, чтобы он клюнул, можно. То есть я присыплю вот такую, как бы, дорожку приправы, он выйдет, зайдёт в клетку, но я её опять закрою. Он опять там будет справлять, с ума сходить. Вот, но если не получится, попробую с ниточкой, потому что в прошлый раз, в принципе, он выходил. Минус в том, что я не думаю, что он не сильно голодный, хотя вот на ночь я ему ничего не оставляла. Не, я-то оставила ему овлеты курицы, но он до этого уже съел. Но капусту-то он вообще не хочет такую есть. Вот, корм что-то там чуть-чуть поел. Вот, но он так нажался, конечно. Ну, раз он нажался, то логично, что он расширил себе желудок, он будет опять хотеть есть. Поэтому я думаю, его найти не будет проблем. Поэтому ждите следующих видео. А я с вами обращаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. До следующего видео. Будем искать Кузю.